Остров Павелия, Италия. Островок, расположенный между Венецией и Лидо, имеет достаточно темное прошлое. По словам ученых, здесь расположены ямы, где похоронены погибшие от чумы. Было здесь похоронено примерно 100 тысяч человек. Остров в те времена и являлся местом, куда людей отправляли пережидать карантин. Интересно, было ли такое во время первого локдауна в 2020? Затем в 1922 году это место стало приютом для умственно отсталых людей. Поговаривают, что в те времена местный врач проводил здесь лоботомию на своих пациентах, но через какое-то время выбросился с башни, утверждая в предсмертной записке, что его свели с ума духи умерших. Сейчас остров заброшен. Никто не решается подойти к нему из-за легенд, связанных с привидениями и из-за жутких звуков, которые по словам местных доносятся оттуда. Остров был показан на паранормальных шоу «Приключения призраков» и «Самые страшные места на Земле». Остров Кеймада-Гранди, Бразилия. Другое название острова – Змеиный. Несложно догадаться почему. Здесь обитают золотые ямкоголовые гадюки, являющиеся ядовитыми. Этот вид находится на грани исчезновения. Змеи попали в ловушку из-за повышения уровня моря, когда вода накрыла землю, соединяющую остров и материк. Гадюки стали чуть ли не единственными жителями местной территории, что привело к быстрому их размножению. Для человека встреча с такой змеей смертельно опасна. Их яд разъедает кожу и мясо, а также вызывает кровоизлияние в мозг и почечную недостаточность. Вход людям на остров воспрещен. Бразильский флот за этим следит. Попасть сюда могут только некоторые из представителей специальных научно-исследовательских групп в специальных костюмах. Остров Реюньон, Франция. Заморский регион Франции в Индийском океане рядом с Мадагаскаром. Этот Свидурайский остров занимает второе место по количеству нападений окон. Первое. Гавайи. Ежегодно остров Реюньон привлекает огромное количество туристов. Он представляет собой небольшой кусочек Франции в южном полушарии, пропитанный европейской аристократичностью и одновременно с этим африканским колоритом. Почти в каждом городе острова можно обнаружить роскошные особняки в колониальном стиле, а все указатели написаны на французском языке. В целом стиль жизни здесь такой же, как и в европейской Франции. Проблема острова только в большом количестве акул. Из-за того, что ими были совершены нападения в 2013 году, был введен запрет на плавание и серфинг на большей количестве территорий. Северный Сентинельский остров. Индия. Здесь живет последняя популяция людей, которую не затронула современная цивилизация. Численность населения составляет от 50 до 400 человек. Эти аборигены опасны, поскольку они отвергают любые контакты, а за вторжение на их территорию набрасываются с копьями и стрелами, в результате чего гости обратно уже не возвращаются. После сильного землетрясения в 2004 году им была предложена помощь спасателей, но те ее не приняли, закидав копьями вертолеты и камнями самих спасателей. В какой-то момент правительство страны объявило остров местом отчуждения и запретной зоной. Остров возрождения между Узбекистаном и Казахстаном. На месте высохшего на сегодняшний день Аральского моря находится остров, где в 1948 году была построена сверхсекретная советская лаборатория. Там проводились эксперименты биологического оружия, оспы, сибирской язвы, чумы, бруцеллеза и тулерамии. В 1971 году из лаборатории случайно упустили спор оспы, которая привела к заражению 10 людей, три заражения из которых закончились трагично. Лаборатория была раскрыта в 90-х одним из советских перебежчиков. Тогда местных жителей эвакуировали и база была заброшена, а сам город стал городом-призраком. Некоторые из контейнеров не были опечатаны или уничтожены надлежащим образом, в результате чего несколько других утечек таки тоже произошло. И хотя к 2002 году большое количество объектов были до конца обеззаражены, остров до сих пор вызывает ужас и отталкивает. Еще одно название острова – Барсекельмес, что в переводе с казахского означает «пойти и не вернуться». Остров Морган, Южная Каролина. Остров Морган также называют островом обезьян. Когда-то в Карибском центре исследований в Пуэрто-Рико на обезьянах ставились медицинские эксперименты. На них испытывали лекарственные препараты. Обезьяны, инфицированные вирусом герпеса Б, сбежали, в результате чего начали заражаться местные обезьяны Пуэрто-Рико. А затем началась эпидемия и среди людей. Власти Южной Каролины переселили зараженных зверей на необитаемый остров Морган. В 1979 году туда привезли более 1400 обезьян. Сейчас там живет около 4000 макак, и все они заражены вирусом. Питаются они за счет автоматических кормушек, установленных на острове. На остров попасть могут только ученые. Никому не напоминает фильм «Планета обезьян». Остров Саба – Карибское море. Если смотреть на фотографии острова, то может показаться, что такое райское местечко не может представлять никакой опасности. Но дело в том, что он поделен на две части. Вторая из которых является подветренной. Это западная часть острова, где из земли торчат засохшие кустарники и кактусы. В этом регионе бушуют разрушительные ветра, которые сметают все на своем пути. Место достопримечательное здесь – аэропорт Хуанчо и Раускин, который также считается одним из самых опасных в мире. Его взлетно-посадочная полоса составляет всего 400 метров и заканчивается обрывом в океан. Атолл Бикини – Маршалловы острова. Место имеет сразу две опасности – акулы, из-за чего его также называют Акулием островом, и радиация. Начиная с 1946 года на острове несколько лет проводили тесты с ядерным оружием. Через какое-то время, когда эксперименты были завершены, а уровень радиации перестал быть чрезмерно высоким, сюда начали заселяться люди. Правда, вскоре выяснилось, что с заселением все же поспешили. Место до сих пор излучает радиацию и иногда выше нормы. Остров Меякидзиме, Япония. Для жителей острова является нормой ходить в противогазах, а также никого уже не пугают звуки сирены, говорящие о том, что необходимо их надеть. На острове расположен действующий вулкан, который периодически извергается. Однако наибольшую опасность представляет не сам вулкан, а ядовитый газ, который выделяется из-под земли. Остров открытый для посещения туристов, однако обязательным условием является прохождение респираторного обследования, как до, так и после поездки. На момент июня 2000 года извержение вулкана Аяма произошло 17 раз, и после этого остров за один только месяц пережил 17 500 землетрясений. Правительством было решено провести эвакуацию. Однако в 2005 году этот приказ был отменен, и жителям было разрешено вернуться домой. Из 3600 человек на родину предпочли вернуться 2800. Остров Грюинар, Шотландия. Размеры этого островка около двух километров в длину и один в ширину. В период Второй мировой войны остров использовался властями Великобритании для испытаний биологического оружия. После того, как испытания были завершены, ученые пытались очистить остров от спор сибирской язвы. Удалось это сделать только после 1986 года, когда на остров было вылито 280 тонн раствора фальмодегида, когда убрали наиболее загрязненные слои земли. Сейчас официально запрета на посещение острова нет, но каждый должен понимать, что вероятность того, что такие участки земли по-прежнему заражены, все же есть.